Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Олег Пьеха, Александр Шунин с вами. Мы говорим о тех темах, которые сейчас самые актуальные, самые важные. Буквально в прошлом часе мы, рассказывая про вакцинацию, о том, что нужно, как готовиться к вакцинации, столкнулись с тем, что люди звонили и действительно с отсутствием информации, очень нервные были вопросы, очень большое количество вопросов. И чувствуется, что у людей какой-то недостаток информации, который часто, мне кажется, восполняется, когда мы видим отсутствие информации, это начинаются всевозможные слухи, домыслы, всевозможные толкования. И все это начинает расти, как снежный ком. И очень часто, если сюда еще добавляются какие-то тревожные настроения, панические настроения, мы все боимся заболеть все-таки, сколько продолжается уже целый год истории с коронавирусом. Все это может привести к действительно распространению каких-то абсолютно неверной информации и информации, которая паническая. В общем-то, к этому все и приводит. И мы живем в эпоху, можно ее назвать, инфодемии. Это полный переизбыток информации, правдивый и ложный. Как отличить одно от другого, в общем-то, касаемо многих вопросов. Но сейчас конкретно пандемии и вакцинации. Потому что, опять же, из истории нам известно, что антипрививочники были, да господи, еще в конце 19 века. Они появились, и аргументы все те же. Хвост вырастет, нос отвалится. Первая прививка корью, по-моему, еще в 18 веке, по-моему, императрица. Сейчас скажу, кто. Екатерина II, по-моему, сделала себе прививку, чтобы убедить подданных Российской империи, что это действительно безопасно. Хотя, ну вот... И до сих пор вот эти прилюдные вакцинации первых лиц проводятся. И, опять же, вот эта пандемийная волна не стала исключением. И при всем при этом распространение ложной информации и о пандемии, и о серьезности, и о вакцинах может притормозить кампании массовой вакцинации, и замедлить не только национальную, но и глобальную борьбу с ковидом, и повысить риск новых смертей. Ну и давайте поговорим все-таки действительно о ложной и правдивой информации, что считать дезинформацией. И следует ли наказывать за распространение ложной информации? С исполнительным директором Лобалтийского центра развития СМИ у нас на связи Гунта Слуога. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы часто сталкиваемся с тем, что, ну вот как вообще различить информацию и дезинформацию, потому что, например, вот то, что было с Астрозенекой, например, и проходит, ну вот какая-то информация о том, что да, в ряде стран были выявлены случаи тромбоза, у нас как-то пытаются это приглушить, и это вызывает, наоборот, ответную волну. Люди начинают подозревать, что от них скрывают что-то информацию, может быть, пытаются, наоборот, скрыть какие-то, значит, негативные моменты. И вот это все порождает какие-то слухи, толкования в соцсетях. Вот что является дезинформацией, а что просто какими-то, ну, слухами, недомовками? Ну, конечно, случай Астрозенека очень сложный, конечно, и мы видим, что даже вот медиа, вот мы видим, вот у латвийского телевидения было передачи, которые потом критиковали, потому что они пытались выяснить, Астрозенека эффективно или нет. Так что это, конечно, очень-очень трудно сейчас тоже для журналистов, мне кажется, чтобы действительно вот различить факты и тоже понять, вот, например, про Астрозенека, мы сейчас понимаем, что вообще-то какие-то побочные эффекты даже у Титрамона, да, просто мы, 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 мы. И, конечно, здесь то, что прошла такая очень большая волна. Но если опять понять, вот, например, вот я сама тоже вот пошла, выстояла очередь, да, в субботу, и у меня сейчас Астрозенека во мне, да, и, конечно, почему, ну, это для каждого, мне кажется, даже не для журналиста или просто понять и читать, и что читать, вот, то, что мы иногда вот ездим тоже к школьникам, и вот, когда ты спрашиваешь, вот, в Фейсбуке, как ты различаешь новости, вот, то, что твоя подруга написала эту новость, и иногда школьник отвечает, да, это новость, но это не новость, это как ты различаешь те факты, и опять мы идем, кто это вообще, этот пост сделал, и те опять, вот, даже если это шер какой-то, и до этого, ну, первого источника и понять, есть там вообще какая-то, ну, там наука за этим, есть ли там действительно медиа, которым можно, ну, действительно, ну, верить, так что это очень-очень трудно, и, конечно, то, что сейчас случилось тоже с Астрозенека, это очень-очень такой плохой вообще, ну, пример, потому что даже людям, которые читают медиа, которые пытаются понять факты, очень трудно понять и различить, где вообще, ну, начинается и кончается какая-то ложная информация, и где нет. Ну, действительно, такая ситуация двойственная, с одной стороны, свобода слова, она закреплена конституционно и в различных международных законодательных актах, а люди должны иметь право выражать сомнения, и те же самые антипрививочники, они тоже, в общем-то, делятся на тех, кто сомневается в качестве услуг, кто сомневается в качестве вакцин, но не против вакцинации как таковой, и есть упертые ковид-диссиденты, которые говорят, что это всемирный заговор, и Билл Гейтс на всех хочет чипировать, да, и как бы вот тоже, согласно Конституции, ну, нельзя так, на каждый роток не накинешь платок, как в народе называется, но некоторые мнения настолько дурацкие, и они заразны, и они липучие, и с распространением социальных сетей, их доступностью бороться с ними становится все сложнее, и тут мы приходим к другому вопросу, к вынужденной какой-то частичной, я не знаю, как это назвать, криминализации высказывания подобного мнения, или там прочего регулирования, ну, на войне как на войне, да? Нет, но здесь самый простой пример, если на стадионе вот кто-то начнет кричать пожар, или там, ну, сеять панику, это все может привести просто к человеческим жертвам, ну, то есть вроде бы вот это может быть, Арсений, там, я пошутил, или там что-то мне показалось, но это может реально… А по факту дурак, который приводит к потенциально опасной ситуации, не дай бог, количеством жертв. И вот мы видим, что делать в этой ситуации? Да, на ваш взгляд, что лучше? Вот определенная частичная криминализация и временное частичное тоже урезание вот этих вот свобод высказываний на время пандемии, или все-таки мы живем в 21 веке, все свободные такие, имеют право говорить все, что угодно? Ну, конечно, очень трудно сказать, где это красные линии, да, потому что я тоже вообще за свободу слова, я, например, еще не понимаю, было это правильно выключить Трампа из Фейсбука или Твиттера или нет, конечно, да, поэтому мне очень трудно, я бы не хотела сказать, что сейчас вот криминальное ответственность за то, что ты распространяешь ложные информации или фальшивые новости, конечно, но то, что мне кажется, нужно, ну, это идет очень медленно, как мы видим, действительно регулировать то, что вообще эти большие соцсети делают. И, конечно, они тоже реагируют на это давление, потому что, конечно, есть давление, они чувствуют это, что есть какой-то спрос, чтобы они регулировали, что там вообще творится в этом пространстве. И мы видим тоже, что вот, например, вот если вы видите, сейчас любой пользователь может, если он видит, что там распространяется какая-то информация, да, он может оставить сообщение, и Фейсбук будет реагировать. Конечно, это тоже происходит очень медленно, и мы видим тоже эти все смешные истории, например, депутат Сандра Кални, которая написала, что она за... не депутат Кални, а поэт Маара Залит, извините, я перепутывал. Маара Залит написала, что она за Каринч, а Каринч – это война, и этот пост ликвидировали, да, так что это тоже все сейчас очень-очень как будто идет на этот путь, чтобы регулировать, но это очень медленно, конечно, потому что там очень много государств, эти большие монополы, конечно, они не хотят, чтобы их регулировали, это очень медленно. Конечно, сейчас вот это то, что мне кажется, что очень-очень не хватает, особенно если мы говорим в Латвии, чтобы была нормальная коммуникация тоже из тех институций, которые вообще, ну, контролируют процесс вакцинации и вообще вот борьбу с ковидом. Мы видим тоже, что вот все это вот как долго шло, надо ли вообще печатать газету про ковид или нет, и надо ли ее на русском. И так как вот идут месяцы, просто буквально месяцы идут, и у нас только дискуссии, делать что-то или нет. Ну, как раз вчера было принято решение о том, что эта информационная газета, она будет, но будет только на латышском, потому что это государственный язык, и даже в этой пандемийной ситуации закон как бы главенствует над, на мой взгляд, здравым смыслом. Ну, сейчас вот буквально полчаса назад я выделила цитату премьера, что надо говорить с наследием и на русском, я надеюсь, что это поменяется. Но мы уже видим то, что вот, например, вот тоже в предыдущем векенде, да, если в остальных всех городах там стояли огромные очереди за Астразенека, так Долгопилс остались, да, эти вакцины. И, конечно, мы знаем, что Долгопилс – это по большинству русскоязычный город. И я тоже вот почитала вот именно Плава, которая журналист, она тоже выстояла очередь в Долгопилс, и у нее сейчас тоже Астразенека вакцина. Просто там я почитала эти комментарии, ты сумасшедшая, что ты делаешь, и все. Ну, ты видишь, что люди очень... И я здесь не хочу говорить, что... Потому что у нас очень легко всегда вот просто все это... Да, тогда это кремлевская пропаганда. Это не кремлевская пропаганда на моем с... Ну, как будто... Это просто у людей нет информации. Как вы уже говорили, когда у тебя нет информации, ты начинаешь думать. И там не надо Путину, да, какую-то пропаганду придумывать. Просто ты сидишь, у тебя нет информации. Ну, так что... Ну, да, за Путина все сделает интернет, в котором, как известно, информации много, и малоправдивый, и мало специалистов. А если есть специалисты, то они говорят и пишут на таком языке, который, в общем-то, простой человек с другим образованием, даже высшим, может и не понять, что там имелось в виду. Какие-то специальные названия, термины и числительные, которые упоминаются. Но нет ли проблемы, может быть, в том, что если, ну, брать там далекое прошлое, были официальные СМИ, которых было мало, но сейчас просто люди получают информацию из огромного количества источников, и, может быть, вот это обилие информации, оно многих тоже смущает и сбивает с толку, потому что раньше, условно говоря, была газета «Правда», где там один источник информации, а сейчас человек может получить информацию из радио, телевидения, социальных сетей, из интернет каких-то изданий, и он может просто потеряться от обилия источников. Это, конечно, и то, что мне кажется очень важным, что не только потеряться, а просто не различать, потому что тебе тоже надо различать, что это за источник. И, например, я иногда тоже почитаю там британские таблоиды, они там уже что пишут, а в Европе, ну, просто мне интересно почитать, какое у них мнение. Ну, я сейчас не буду считать, как они считают, да. Просто вот у людей нету вот этого, просто они, большинство людей просто не умеют вот различать. Критически как-то относиться, да. То есть речь идёт о некой медийной грамотности, да, и о её повышении. А как же её повысить-то? Как научить? Ну, я бы тоже хотела бы добавить, что вот медиа тоже сейчас в очень сложной ситуации, потому что мы видим, что доверие традиционной масс-медиа падает. И, конечно, вот у медиа очень сложная задача, как вообще вот, потому что есть, ну, конечно, тебе, если даже ты считаешь, что вакцинация – это хорошо, тебе надо и эти мнения, ну, в своей передаче, которые говорят, что вакцинация, хотя бы не совсем эти crazy антиваксеры, да, хотя те, у которых какие-то скепсисы, или у которых вопросы, и тебе надо отвечать и на эти вопросы. Мне кажется, это очень большая ответственность, как вот, вот, конечно, это вся тоже вот сейчас, все любят говорить, что там война между гибералами и консервативными, да, вот как эти все взгляды тоже медиа могут, ну, распространять, чтобы не терять доверие одной или другой группы. Ну, вот, вы знаете, я сразу вспоминаю, когда я был студентом, я ходил на научные кружки, вот первый урок, который вот я вынес, это когда сидели за одним столом и академик, и студент молодой, и студент там встает и, ну, высказывает свою какую-то точку зрения и говорит явные глупости. И потом встает академик и говорит, уважаемый коллега, я все-таки, ну, уважаю ваше мнение, позволю себе сказать. И вот, ну, вот этот урок, что, в принципе, может быть, это действительно вот уровень культуры, когда мы не кричим друг на друга, а в этом медийном пространстве соблюдаются какие-то правила. И вот эти правила, уважение, аргументированность, логичность, они становятся, ну, если они становятся нормой, традицией, это позволяет, как бы, говорить, ну, на одном языке, и тогда как-то, ну, становится понятно, что есть правда, а что явная глупость. Ну, это прямо рассуждение об идеальном мире, я бы сказал. Да, с нами исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога. Гунта, что вы считаете, действительно, сдержанность может помочь решить эту проблему, хотя бы частично? Сдержанность, как вы это думаете? Ну, какие-то правила, ну, вот то, что, действительно, правила уважения, уважительные, ну, то есть, если мы вырабатываем вот какой-то свод правил, я не знаю, не просто журналистики, но и общения простых людей, потому что каждый человек сейчас является, ну, практически, как журналистом, когда он начинает высказывать свои точки зрения в социальных сетях или сообщает какую-то информацию. Ну, да, тут возникает проблема экспертности. Да. Ну, я, я сейчас поняла, да, это, конечно, очень помогает, и вообще, как я снилась, пользуетесь меньше соцмедией, да, это тоже очень позволяет вот просто свои здравые замыслы, как-то просто там, потому что, вот, мне кажется, это тоже очень, вот, ты можешь там сидеть на Facebook или Twitter и читать эти все ужасы, это тебе вообще не поможет. Действительно, конечно, надо пользоваться всем возможными информационными, да, источниками, но чтобы действительно как-то, ну, понять сейчас все, вот это больше я не буду, но просто пройти, прогуляться, почитать книги, это тоже поможет просто вот как будто. Действительно, вот то, что я сама сейчас очень пытаюсь тоже вот в соцсетях, ну, не влекаться ни в какие-то там дискуссии или эмоции, потому что это тоже не помогает, и мне кажется, каждому как понять, как я могу вот как-то здраво вот мыслить и смотреть на эту ситуацию просто. У нас буквально две минуты, очень коротко, если можно вопрос, пожалуйста. Из эфира, да. Добрый день, ну, тогда, значит, вот узкий вопрос, локальный, вот, ваша гостья сказала, интересно, во мне Астразенека, вот Астразенека отказалась Норвегия, Дания, значит, Южная Корея, Германия когда-то отказывалась, потом вернулась. Вот все-таки информация, почему, значит, им, значит, это вредно, а для нас, и тут вот интернациональные, выпиши русские, это нормально, то есть объяснить вот информационно, то есть почему берут сюда Астразенеку, то есть украинцы там прививаются, значит, для скотов, там, может быть, у них попросить что-то? Ну, в целом, понятно, да, и вопрос можно расширить и Дании, которая отказалась, и премьер, который заявил, что мы проведем переговоры, может быть, эти отказные вакцины привезем в Латвию. Ну, да, это немножко, ну, сразу оскорбляет многих людей, что почему мы... Видимо, Гунта, это опять же можно вернуться к проблеме отсутствия должной по объему и качеству коммуникации со стороны тех, кто принимает решение, руководит процессом? Ну, конечно, и это просто рассказывать, почему мы продолжаем прививать и почему вот есть страны, которые это не делают. Ну, конечно, проблема с Астрозанеком сейчас очень-очень большая, но опять, если мы идем обратно к науке, то мы видим, что эти побочные эффекты очень-очень маленькие. Ну, это опять вот как-то просто рассказывать населению, чтобы они поняли это. Спасибо большое. Исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога с нами была на прямой связи. Спасибо вам, Гунта, хорошего дня. Хорошего дня и здоровья, не валейте. До свидания. Вам тоже самое. Спасибо. И, в общем-то, понятно, что отсутствие информации, оно критично и хорошая рекомендация от Гунта Слоги поменьше социальных сетей. Это не касается радиоболткома, это не касается портала Микс Ньюс Слв. Утро на Болткоме.